Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем подключать светодиодную ленту VS2812 к Arduino. Поехали! Светодиоды VS2812 это не совсем обычные RGB светодиоды. Это так называемые управляемые диоды, которым можно задать свой определенный цвет. Внутри в каждом диоде находится микросхема VS2811. Она и задает определенный цвет для каждого светодиода. Поэтому на всей ленте каждому диоду можно свой цвет поставить и тем самым выбрать то или иное свечение или ту или иную картинку сделать. На этих диодах строят светодиодные матрицы, даже строят на них мониторы, большие светодиодные. Но, конечно, эти мониторы страдают определенными недостатками. Но все же на этих диодах можно построить довольно-таки большие и яркие мониторы. В нашем случае мы имеем ленту. И как же с ней работать? Здесь мы имеем трехконтактный разъем и два дополнительных контакта питания. На конце мы тоже имеем разъем и два контакта, которые для питания. Разъем нужен для того, чтобы можно было спокойно нарастить, то есть удлинить ленту. То есть в другой ленте спокойно подсоединиться, подсоединить питание и таким образом удлинить ленту. И лента будет работать. Как же работать с этой лентой? Сюда подается питание, плюс и минус, 5, в данном случае 5 вольт. Центральный провод, который здесь отмечен как зеленый, он идет на линию данных. Линия данных состоит из определенных сигналов, которые говорят о том, что у нас сейчас происходит сброс, или подаются данные. Данные передаются последовательно для всей ленты. То есть сначала идет сигнал сброса, который будет определять, что он идет начало ленты. Дальше идет 24 бита, которые характеризуют цвет светодиода. Первый светодиод читает эти 24 бита, отрезает их от основной информации и всю остальную информацию передает на следующий диод. Следующий диод тоже читает 24 бита и всю остальную информацию передает на следующий. И таким образом каждому светодиоду даётся своё какое-то свечение. Есть в этом и плюсы и минусы. Плюс в том, что информация просто идёт одним потоком, никаких особых настроек или сложностей в этом нет. Минус в том, что очень сложно задать один какой-то цвет для одного диода. Нужно по новой передавать всю цветовую гамму, то есть информацию всех цветов для всех светодиодов сразу. Поэтому, если где-то какая-то ошибка, то и все остальные светодиоды будут тоже неправильно светить. И тоже, допустим, вот у нас есть лента, в которой передаётся информация, которая светит. Если один какой-то светодиод, например, здесь в начале выйдет из строя, то и все остальные светодиоды светить не будут. Ну, давайте попробуем подключить нашу ленту к Ардуино. Так как лента у нас здесь коротенькая, всего лишь один метр, она потребляет немного энергии и её можно запитать прямо от Ардуино. Берём синий провод, мы подключим к минусу. Красный провод мы подключим к плюсу. Так и подключаем. Плюс 5. И граунд. Средний дата. Можно подключать к абсолютно любому свободному пину на Ардуино. Я подключу к второму пину. Переходим теперь к скетчу. Кстати, скетчей, всяких библиотек, которые работают с этими лентами, ну, очень много. Вариантов много. Все они работают. Вы можете спокойно передавать любую информацию, любое свечение. На любой вкус и цвет очень много разных вариантов разных библиотек. Выбирайте, какая вам нравится больше. Их найти в сети очень легко. Вот пример работы, так сказать, тестовая прошивка для работы с этой лентой. Она показывает её возможности передачи для каждого отдельного цвета. Для каждого отдельного светодиода свой цвет, как вы видите. Разные светодиоды горят разными цветами. Ну, давайте посмотрим файл, примеры. И у меня здесь стоят две библиотеки. NeoPixel и FastLED. У каждой из них есть очень много примеров. И они довольно простые. С ними легко разобраться. Ну, давайте откроем Adafruit NeoPixel и Simple. Простой пример. Вначале у нас задается пин, к которому подключена наша лента. У меня это второй пин. Количество светодиодов. У меня 60 светодиодов на этой ленте. И дальше важный момент. Здесь идёт инициализация самой ленты. И смотрите, здесь указано, в каком именно формате будет вызываться, точнее говоря, какой порядок цветов на ленте. Здесь у нас стоит зелёный, красный и голубой. Но у меня стоит наоборот. У меня стоит сначала красный, потом зелёный, потом голубой. Если здесь неправильно вызвано, то у вас будет неправильная цветовая гамма. Будет неправильно. Дальше в самом простом примере у нас идёт организация цвета для ленты и вызов определённого цвета. Сама команда setpixel устанавливает цвет для конкретного светодиода. Этой командой мы задаём цвет в формате RGB. Где первая цифра это красный, вторая цифра это зелёный, третья цифра это голубой. Данные можно выставлять от 0 до 255. Здесь стоит 150, значит здесь будет в половину яркости зелёного цвета. И дальше команда show это передача на саму ленту полученной информации для конкретного пикселя. Давайте прошьём эту прошивку и посмотрим, что у нас получится. И как вы видите, светодиоды по одному загораются, потому что у нас здесь есть небольшая задержка, которая делает так, чтобы светодиоды... Так, стоп, почему у меня загорелся красный? Если у меня должно быть гореть зелёный. Да, кстати, я как раз такие неправильно поставил. Вот здесь в инициализации было всё правильно написано. Идёт сначала именно в этой ленте, идёт сначала передача зелёного, потом красного, потом голубого цветов. Поэтому всё правильно было, здесь прописана инициализация. Но вы для своей ленты обязательно выставляете ту инициализацию, которая должна быть правильной. Сейчас должен был гореть у меня зелёный, но загорелся красный из-за того, что неправильная инициализация была. Но, тем не менее, как бы вы поняли принцип работы. Задается пиксель и его цвет, и отправляется это всё в эфир, так сказать. Передаётся на ленту. Если убрать здесь делай, то лента сразу вся загорится определённого цвета. Можно выставить совершенно разные цвета, совершенно разные свечения, яркость для каждого цвета. Примеры очень простые, в них легко разобраться. Какие эти ленты применяются? Ну, практически везде. Можно много разных поделок с них сделать. Их используют в очень многих местах. Они яркие и классно тем, что всего лишь одним проводом можно управлять любым светодиодом и строить изображения на этих лентах. Можно очень много разных проектов сделать, такие как подсветка экрана, которые будут динамически расширять видимые границы изображения на дисплее. Это будет один из будущих проектов, который не пропустите. Мы его скоро будем делать. Вам я желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классными и интересными. Оставляйте свои отзывы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok